Никакого союза с Россией ни у Казахстана, ни у Узбекистана не намечается. По крайней мере на сегодняшний день я имею ввиду вот этот вот тройственный газовый союз, который предложил Владимир Путин. Более подробно о его предложении вот здесь вот будет ссылочка на выпуск. Зайдите посмотрите, если вы еще не в курсе. Но два дня назад я оставлю источники, откуда я это взял. Это официальные источники, это вот радиоза ТЭХ пишет. Казахстан не поддержал идею Путина о тройственном газовом союзе. Астана не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил замглавы МИД республики Роман Василенко. По мнению экспертов, создание газового союза помогло бы Кремлю зарабатывать на продаже газа в обход санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. Два дня назад еще было неизвестно, а как, допустим, каков ответ Узбекистана. И вот такой ответ пришел, и это официальный ответ rbk.ru. Узбекистан готов к подписанию коммерческих контрактов по газу с Россией, однако вступать в газовый союз не намерен, заявляют власти страны. Об инициативе Владимира Путина по союзу говорил глава Казахстана Хасим Шамар Кемельевич Тахаев. Далее, вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жоробек Мирзам Махмудов заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз. По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но это будет технический контракт. Вот и все. На мой взгляд, это все-таки означает, что инициатива, которая была бы принята с тяжелым сердцем и Узбекистаном и Казахстаном пару лет назад, или даже больше, до 24 февраля, наконец-таки, не то что наконец-таки, сейчас, в данный момент, мы уже поняли, что можем сказать нет. Я не говорю, что война в Украине пошла нам на пользу, но слава богу, что мы можем говорить нет. Нам нужно, я уверен, Казахстану нужно держаться подальше от России, подальше со всеми экономиками. Я понимаю, это трудно. Я понимаю, здесь очень много подводных камней. Я понимаю, может случиться всякое. Но самим лезть и подписывать какие-то союзы, зачем с Россией? Вот у меня такой вопрос. И, слава богу, у нашего государства, у нашего правительства, как и у правительства Узбекистана, хватило сил, смелости сказать нет. И это только начало, я так думаю. Вы как думаете, друзья? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Альведарчи. Салам алейкум.